Трансфагараж одна из самых опасных и красивых дорог в мире. Мы встретили 14 медведей. Мишка подошел, мы так хотели его увидеть. Да вот он где. Еще одного медведя мы встретили. Папа! Это папа-медведь, да? Из Румынии мы едем в Болгарию и решили специально проехать по Трансфагаражскому шоссе. Медведи просто начали выходить к нам на дорогу. Маленький идет, смотри их. Не надо, они все подходят, пожалуйста. Это один бросок и все. И вот еще маленький. Отдельный большой выпуск про это место есть на моем канале в плейлисте Румыния. И кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Ну что, мы наконец-то доехали. Мы в Болгарии, в маленьком приморском городке, который называется Равда. Это побережье Черного моря. Сняли мы вот такие небольшие апартаменты. Сейчас мы вам все покажем. Это гостиная. Диван, небольшая кухня, стол, посуда. Сейчас я буду пить чай. Да, чай, Лиза говорит, будем пить. Покажи, что там еще есть. А там что у нас? Холодильник, да? Холодильник, бананчик. Плита. Микроволновка. В принципе, есть все необходимое. И вот это есть. Да, закрывай. Идем в следующую комнату. Из кухни мы заходим вот в такой небольшой коридорчик. И здесь у нас спальня. Одна, двухспальня, кровать и диван. Вот так. И вот такой диван, он тоже раскладывается. Он очень неудобный для спальня, потому что... Я не думаю, что он неудобный, это не проблема. Дальше. Здесь у нас выход в подъезд. Вот такая дверь. И здесь у нас душевая. Туалет, душ, санузел. Мы живем на первом этаже. Выходишь, здесь вот такая зеленая территория. Двор и бассейн. Идем, посмотрим. С хозяйкой этих апартаментов Натальи я познакомилась в фейсбуке совершенно случайно. Это очень порядочный и добрый человечек. Наташа может подобрать вам жилье в море. Как небольшую квартиру, так и апартаменты более большие в площади. У нее очень много вариантов. И вы 100% найдете то, что подходит именно вам. Я оставлю ее контакты и номера телефонов в описании под этим видео. И в первом закрепленном комментарии. Обращайтесь. Мне наш комплекс очень нравится. Птички поют. Бассейн. Море в шаговой доступности. И я обязательно хочу приехать сюда в следующем году. Мы сейчас хотим разобрать вещи, а потом с Алисой пойти в бассейн и посмотреть, какая вода вообще. Ну я вообще-то сутки не спала, и мне нужно лечь отдохнуть. А я ее не могу одну пустить в бассейн. Со мной. Когда приехали и ничего еще не приготовили из еды, просто заехали в Лидл и купили тайно любимое блюдо, да? Мое блюдо любимое. Сейчас засовываю соус. Выдавлю. И мы еще хотим сходиться и хотим пойти в бассейн. Да. Сегодня я наконец-то собираюсь выспаться после суток пути. Вода в бассейне, и там еще кто-то плавает. Мы завтра тоже пойдем. Покажу вам, как Тая со мной работает. У нас еще интернет не подключен в доме, и он ловит только здесь на дорожке. Хозяйка она включила свой. Тая вот тут сидит в соцсетях, я так понимаю. А я гружу видео и ее оставила как охранника, чтобы она мне помогала. Чтоб не тух макбук. О, моя готовься примерно и заподставлена. Всем доброе утро. Мы отоспались, отдохнули после тяжелой дороги. Сегодня весь день проведем здесь у нашего бассейна. И чуть попозже хочу выйти к пляжу, посмотреть, какой пляж, какая инфраструктура здесь. Какие магазины есть. Да, какие магазины, что вообще рядом. И сегодня хочу отдохнуть от машины. И сегодня за руль не сяду. Будем ходить пешком по району. Такое классное место. Тихо, спокойно. Все, как я люблю. Вывели котов на прогулку, потому что они уже дома начинают выть, орать. Особенно на травку хотят. Но их только на поводках здесь, потому что боимся, чтобы они не убежали. Но на Оме нельзя на солнце вообще. Да, она сгорает. Но вообще сфинксы склонны к тому, чтобы обгореть. Мы собрались, идем на море. Ведем, у меня один раз на палку на море. На палке будешь плавать? Да. У нас выходишь из подъезда, и сразу бассейн вот тут. Мы живем здесь вот на первом этапе. Тут есть площадка. К морю от нашего комплекса идти буквально 5 минут. И вот мы вышли, уже виден пляж. Сейчас спустимся вниз. Там, в Тинькевсе, здесь зона шезлонгов, а здесь все с подстилочками. Давай, я тебя переодену, хорошо? Ты хочешь расстелить? Мама, я буду с мамой. Сегодня мы пещеря для них только люди и красивое море. Море красивое? Ветерок. Давай, засовывай руку. Без него вообще не пускают. Она не понимает. Идет на глубину. Давай, скинем. Передом. Плыви, давай ко мне. Плывешь? Давай. Закрывай рот. Алиса у нас всегда первая в воде. И потом выгнать невозможно. Давай, давай. Дай я чуть-чуть проклыву, можно? У тебя жилет, а у меня нету палочки. Нет, хорошо, пляжик хороший. Это ближайший пляж к нашему дому. Мне нравится. Тая пока не идет купаться. Погода хорошая сегодня, не жарко, нет этого зноя. И побудем на пляже, потом пройдемся по магазинам. Да? Вот дала мне на пару минут, дала палочку и забирает. Чего ж ты забираешь у мамы, а? В Равде много разных пляжей и полный их обзор вы увидите в следующем выпуске. А это ближайший пляж к нашему дому. Он тихий, такой спокойный, людей немного. Мне нравится. Лаванда. У нас тихий район, здесь в магазины разные рестораны рядом с нами. Очень много обменников, прямо на нашей улочке вот мы вышли. Вот такой курс сейчас. Пусто, тихо, никого нет. Народ, наверное, вечером выходит. Здесь везде магазинчики, сувениры. Пошли, дуэц, идем. Не трогай ничего. Здесь ресторанчиков тоже много. Улочка длинная, называется Македония. Кричала в магазине, скандалила, и ей еще за это ежика подарили. Ужас, да? Мы в болгарском магазине нашли украинский сок, да еще и одесский. Та я выбирала. Все, мы вернулись домой. Очень жарко, к вечеру стало. Будем плавать в бассейне. Да, накупили фруктов. Как ты слезла? Как ты слезла сюда? Вот как можно со сливой залезть в бассейн, скажи? В бассейне хорошо, но вечером очень многолюдно. Алиса, тебе не кажется, что ты немножко грязненькая, не? Может, помыться? Не, я помыла. И как туда плавать? Бежали в этот бассейн, так жарко было. Пока переоделись, пока я сидела-передела, я уже купаться не хочу. Уже солнце садится, ветер поднялся. По-моему, уже у кого-то синий рот. Нет, я имею в виду синий, что замерзла. Уже все разошлись. Теперь тебе холодно. Надо уже бежать домой переодеваться, да? Уже вон птички летают. Наверное, дождь пойдет. На дождь. Несешь? Молодец. Вот помощник у меня. Вот помощник. Заходи домой. У нас кот-скалолаз. Я не могу на это смотреть. Купили нутеллу. Папа, ты видишь, кто это? Хлюська. Я думала, это папин ребенок Алиса. Хлюська. А это не Алиса? Да. Поросенок? Да, я тебя люблю. Господи, Анис думает, отпусти меня уже, Хрюшка. Пока мы здесь, в Равде, буду показывать вам интересные и красивые места Болгарии. Всем спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон»